Все, включил запись. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня четвертое занятие курса иврит-молитвы. И мы собираемся сегодня довести до конца разбор благословения Мейн Шелош и разобрать остальные благословения перед едой, потому что благословение после еды – это вот Мейн Шелош, это Борейн Эфишот, который мы разобрали вначале, и это Беркат Амазон, который мы пока оставим вследствие довольно большого объема. Я прошу извинения, что в прошлый раз мне пришлось перенести занятие из-за того, что я был в дороге. Наверное, по этой причине мало народа собралось, но есть запись третьего занятия. Тот, кого живо интересует тема, может обратиться и послушать занятия в записи. Еще раз напоминаю, что я очень рад всевозможным вопросам. И если будут занятия, скажем, не онлайн, а в записи, можете отправлять мне в мессенджере, в телеграмме, на имейл и так далее. В общем, все каналы связи годятся. Единственное, я могу, может быть, не уследить за всеми обращениями. Но вопросом, повторяю, весьма и весьма рад. Итак, мы разобрали почти до конца благословение «Меньше ложь», и я повторю вопрос, который предварял разбор этого благословения. Называется оно «Наподобие трех». Я прошу тех, кто знает, почему такое название, сейчас не пытаться ответить на мой вопрос, но если кто-то имеет свои соображения, подчеркиваю, сам он думает, что это так, пожалуйста, высказывайте по ходу занятия. Итак, благословение «Меньше ложь». Так, не это я вам должен показать, а благословение «Меньше ложь». После еды, наверное, где-то вот здесь это будет. Шиаколь. Так. Перкат Амазон. А, вот тут оно должно быть. Видно мой экран, видно текст из Сидура, да? Итак, «Меньше ложь» – завершающее благословение. Не буду разбирать весь текст, не буду повторяться. «Баруха Таши Мелкина Мелхаулам». Перевод вы можете, скажем, здесь прочитать. В чате я поставил ссылку. Так. Теперь мы говорим это благословение в трех оказиях, в трех случаях. После безонос – это те виды пищи, которые делаются из зерна, из муки, и их едят, то есть не пьют, да? За исключением хлеба. Это одна оказия. Вторая оказия – вино, точнее виноградное вино и виноградный сок, который приравнивается к вину. Третья оказия – это плоды пяти видов. Пяти видов фруктов мы их перечисляли на прошлом занятии, в частности, тоже. Так. Теперь, если человек ел что-то одно из этих видов, то есть у него одна из оказий, он считает что-то одно. А что в случае, если он, например, пил вино и закусывал печеньем, как это часто бывает во время кедуша, который делается в синагоге, после субботней молитвы, да? Тогда он делает, что называется, филув. Он объединяет эти виды. То есть здесь он читает, например, аля михья ва аля калкла, ва аля гефен ва аль приа гефен. Так. Если это действительно важно, то в каком порядке он говорит? В том порядке, в каком написано. Например, в нашем случае он говорит сначала михья, потом аль гефен, да? Если, например, он пил вино и закусывал, ну, скажем, сухофруктными финиками или инжиром, или изюмом, да? Он говорит сначала аль гефен, а потом аль гаец ва аль приаец. И так далее. Возможен даже шилув всех трех оказий, да? Он говорит это через ве. Аль амихья ва аля калкла, ве аль га гефен ва аль приа гефен, ве аль аец ва аль приаец. Аналогично будет и в конце. Мы до этого еще не дошли до прошлого занятия. Продолжаем текст. Слушаю вас. Не слышу вопроса. Хорошо, повторите, если понадобится. Дальше. Ве аль тнуват асаде, из-за урожая полей, ве аль эрец хам дату ва урхава, за землю желанную, хорошую и просторную, шера цита, которую ты захотел, вегин халта, и дал в удел, наследный удел, ла авутейну нашим праотцам, имеется в виду Абрамец, как и Яков, для чего? Чтобы кушать из плодов ее, этой земли, и насыщаться из того хорошего, что она дает от слова ов, от добра ее. Точка. Рахем на Ашем элокейну, сжалься, смилуйся, пожалуйста, Всевышний Бог наш, аль Исраэля мэха над Израэлем народом твоим, вааль Йерушулаем ираха, и над Иерусалимом городом твоим, вааль Сион мешкан кодеха, и над Сионом обиталищем славы твоей, вааль мизбахеха, или как тут написано, мизбахаха, и над жертвенником твоим, вааль гейхалеха, и над храмом твоим, над буквально дворцом твоим. Точка. Увна Иерушулаем ираходыш бинхираб ямэйну, и отстрой Иерусалим город святой, в скорости и в наши дни, ваалейну летоха, и подними нас в нее, то есть в город, город на иврите женского рода, ве сам хейну бвиньяна, и развесели и обрадуй нас отстройкой, строением, строительством ее, то есть Иерусалима, ве нохальми перия, и мы будем кушать, есть из плодов ее, ве нисба митуба, и насытимся добром ее, унварэ хеха, и благословим тебя, алейга за нее, бикэ душа, святости, у втогора, и в чистоте. В чистоте, естественно, не гигиенической, а ритуальной. Вот до сюда мы дошли. На прошлом занятии есть вопросы? Нет вопросов. Есть предположение, почему называется это благословение наподобие трех? Так, теперь, в случае, если все это происходит по определенным дням, например, в субботу, давайте разберем, вот с этого мы начинаем сегодняшнее занятие, новый материал. У рце ва хали цейну, бе йома шабад азеп. Рце. Это от слова роце. Что такое роце? Хотите? И возжелай, и захоти буквально. Это императив, повелительное отклонение. Понятно, что мы не можем повелевать Всевышним, но мы его просим. И захоти, и возжелай. Ва хали цейну. Дорогие ребята, многие пролетают это слово, не задумавшись, что оно означает. Посмотрите, пожалуйста, может быть, кто-то догадается. В первую очередь, если кто-то догадается сам. Если таких нет, то, пожалуйста, если кто-то знает, от чего происходит это слово, где здесь корень, и где нам еще попадалось его значение. Пока я не вижу, да? Сейчас я попробую найти то, что я выписал. Вот, видно экран, да? Насколько я помню, на прошлом занятии, вот досюда я вам дал, да? А вот это вот хелец. и еще несколько значений вот этого слова, несколько выписанных из словаря. Вот, я вам с удовольствием дам. Так, что я должен сделать? Как я это могу поставить? чат. Вот так, наверное, так. Ставлю в чат вот это слово. Итак, корень здесь хет, ламет, цади. Как ни странно, однокоренное слово халуцим, хэй халуц. Кто такие халуцим? Первопроходцы, пионеры. Так, что такое халац? Здесь есть несколько значений. Из них нам важно значение не поясница, чресло. Нет. Так, а и даже собственно не освобождать. Так, а вот оно выручить, спасти. Так, кроме того, напомню вам, что есть такое понятие халеца. Халеца это обряд отказа от либератного брака. Что это объяснить, что это такое? В общем, само слово халеца означает буквально разувание, потому что в ходе этого процесса женщина, которой мужчина отказывается восстановить род, она в знак некоего непочтения к ней, то есть неисполнение в общем-то возможной ну, я не скажу, что митцвы, ну, по крайней мере доброго дела, снимает с этого мужчины обувь, снимает башмак и плюет перед ним. Вот это и называется халеца. Значит, и эта женщина, которую человек, которую возможный леверат не взял в жену, не сделал ей левератный брак, она тоже называется этим словом халеца. Могло бы быть по грамматике и халеца, то есть та, которая прошла обряд халеца. Ну, вот так вот она называется. Значит, напомню вам к примеру, что рассмотрение в Толунингическом трактате Макот начинается с того, что двое приходят и свидетельствуют перед судом Лефанейну Нидгарша Лефанейну Нехлеца. То есть перед нами вот эта женщина, мы свидетельствуем о том, что она получила развод или она получила вот этот статус халеца. Итак, что такое? Возвращаемся к нашему тексту. Так, Рце Вага Халецейну. Давайте я посмотрю, какой здесь есть перевод. А здесь перевод укрепить нас в исполнении заповедей халец. Так? Это одно из тех значений, которые я вам в чат поставил. И захоти и укрепи нас, обратите внимание, ну это значит обращение первое лицо множественное число, как нахну и укрепи нас, бьяма шаббат азэ в день субботы этот. Так? Если все это происходит в субботу, мы говорим вот эти слова, да? Если это происходит в Рош Ходыш, мы говорим Везохрейну Летова. Зохрейну это помни нас. Обратите внимание, что вот здесь под буквой Зайен видно текст, да? Стоит не просто огласовка КамАЦ, а здесь он как бы более жирным выделен и несколько растянут по вертикали, да? В некоторых изданиях, в частности в этом, и это очень хорошо. Значит, пузначок используют для того, чтобы значить КамАЦ Кацарх. Есть два КамАЦа, есть КамАЦ, который звучит как долгое АА, и КамАЦ, который звучит как краткое О, КамАЦ. Так вот, здесь читаем ЗОХРАЙНУ и ВОСПОМНИ ВСПОМНИ НАС ДОБРУ. БЕЙОМ ГАЗИ ПАРДОН, БЕЙОМ РОСША КОДЕ ЖАЗЕ В ДЕНЬ НАЧАЛО МЕСЯЦА НОВОМЕСЯЩИЕ ЭТОН. В РОСШЕШЕНА мы читаем БЕЙОМ ГАЗИ КОРОНА В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ. Так называется РОСШЕШЕНА в СИДУРЕ. Так? А что делать, если у нас СУБОТА совпадает с РОСШХОДЭШЕМ? Мы читаем и это, и это. Сначала мы читаем про СУБОТУ, а потом про РОСШХОДЭШ. Почему именно в таком порядке? Понятно, потому что так стоит в СИДУРЕ. А почему в СИДУРЕ написано так? Есть общее правило, что та МИЦВА, которая исполняется чаще, она исполняется и раньше. Она имеет приоритет по времени. Например, классический пример, утром на молитву ШАХАРИТ мы надеваем ТФИЛИН и мы надеваем ТАЛИТ. Что выполняется чаще? ТАЛИТ мы надеваем каждый день, а ТФИЛИН мы не надеваем по субботам и праздникам, а только в будни. Поэтому чаще мы надеваем ТАЛИТ, поэтому сначала мы надеваем ТАЛИТ благословением, а потом мы говорим благословение на ЛЕГАНИЯ ТФИЛИН и накладываем ТФИЛИН. Вот так. Хорошо. Итак, суббота, если совпадает с РОШХОДЫШем, сначала читаем субботу, потом РОШХОДЫШ. Если РОШИШ, если суббота совпадает с РОШХОДЫШем вместе, что мы читаем? Хочу услышать ваш ответ. Не слышу. Ну, товарищи дорогие, еще раз вопрос. Мы читаем благословение МЕЙНШАЛОЖ в субботу, которая совпала не только с РОШХОДЫШем, но и с РОШХОДЫШем. В каком порядке мы должны прочитать вот эти три добавки, три вставки? Ну, я, конечно, вас ловлю. РОШХОДЫШем всегда совпадает с РОШХОДЫШем, точнее, РОШХОДЫШем это одновременно и РОШХОДЫШ, но о том, что это еще и РОШХОДЫШ, мы просто забываем. Поэтому мы даже и не провозглашаем благословение месяца, да, в месяце ЭЛУЛЬ, мы не благословляем месяц Тишрей, и никакие, так сказать, МИНГГИМ обычаи РОШХОДЫШа, 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 мы не МНОГГИМ, мы их не выполняем, РОШХОДЫШ, 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 про РОШХОДЫШ мы ничего не говорим, мы его как бы не замечаем. Говорят наши мудрецы, что если вы приветствуете царя, да, вы весь почет даете царю, несмотря на то, что вместе с ним в свете есть и министры, и другие важные вельмужи, которые в отсутствии царя, вы, конечно, тоже раздали почести. Так, так что я вас попытался понимать, понимать, но это мне свойственно. Праздники, праздники имеются ввиду ШАВОШАГАЛИМ, так, что это Песах, ШАВОД и СУКОД. Мы говорим эти ДНИВЕ САМХЕЙНУ и обрадуй нас, БЕЙОМ ДЕНЬ. Песах мы называем ХАГАМАЦОТ, праздник МАЦИ. ШАВОД, конечно, ХАГАШАВОД и СУКОД, ХАГАСУКОД, ХАЗЕ. Это три Акази. На самом деле то, что называется ШАЛОШ, РАГАЛИМ, три праздника паломничества. Включается сюда еще четвертый праздник, отдельный праздник, который называется ШМИНИ АЦЕРЕТ, то есть восьмой день собрания. Вот, в Израиле с ним совпадает СИМХАТ ТОРА, а вне Израиля, где праздники удваиваются, это ведь тоже ЙОМ ТОВ. Первый из этих дней, по сути, он получается восьмым днем СУКОД, называется отдельно ШМИНИ АЦЕРЕТ, а девятый день СУКОД носит название СИМХАТ ТОРА, но тем не менее он рассматривается как отдельный праздник ШМИНИ АЦЕРЕТ, как второй день вот этого праздника ШМИНИ АЦЕРЕТ, поэтому восьмой и в девятый в Галуте, ДНИ СУКОД, мы говорим ШМИНИ ХАГ ГААЦЕРЕТ, АЗЕ, именно вот так, ВЕСАМХИНУЙОМ ГАШМИНИ ХАГ ГААЦЕРЕТ, АЗЕ, и развесили нас, возвесили нас в день седьмой, в день восьмой праздник собрания этот, А теперь вот с этого момента мы уже говорим не только в празднике, но и в любом случае мы продолжаем благословение МЕНЬШЕЛОЖ, КИ АТА ХАШЕМ ТОВ, потому что ты Бог хороший, добрый, УМ МЕЙТИВ, ЛАКОЛЬ, что такое МЕЙТИВ, корень здесь тоже, что в слове ТОВ, вот, но это глагол, глагол ДЕЛАЙТ, ДОБРО, и стоит этот корень ВАМЕНЯНЕ ГИФИЛЬ, ГЕЙТИВ, УЭЙТИВ, УМЕЙТИВ и ГУЯЙТИВ, ЛАНУ, УМЕЙТИВ и ДЕЛАЮЩИЙ ДОБРО, ЛАКОЛЬ, всем, вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что слово КОЛЬ написано СХОЛАМ ХАСЕР, то есть ХОЛАМ, это огласовка ВАВ с точкой наверху, которая звучит как О, которую мы читаем как О, ХОЛАМ ХАСЕР звучит точно так же, но обычно слово КОЛЬ мы пишем через КАМАЦ КАЦАР, КОЛЬ ИШ, КОЛЬ ЙОМ, КОЛЬ ЭХАВ, это в том случае, если после слова КАЖДЫЙ идет определение, КАЖДЫЙ что, но если в это слово, если слово КОЛЬ означает все вообще или всем вообще, без уточнения, всем людям, всем зверям, всем птицам, всем сороконожкам, то пишется оно именно вот так, через ХОЛАМ ХАСЕР, ты добр для всех, ты добр ко всем, ВЕНОДЕ, НОДЕ от слова ТОДА, ЛЕГОДОТ, БЛАГОДОТ, НОДЕ, это мы будем БЛАГОДОТ, мы вас БЛАГОДОТ, ЛЕХАТ, ТЕБЯ, АЛГААРЕЦ, ЗАЗЕМЛЮ, Ещё ЧУТЬ-ЧУТЬ, так, и тут снова идёт разделение. А можно вопрос задать быстро? Даже нужно, слушаю вас, Дмитрий. А почему ШАЛОШ, а не ШВАШАР и ГАЛИМ? Потому что всё-таки это мужской род, есть РЕГЕЛ 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 ЖЕНСКОГО РОДА, РЕГЕЛ 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 это когда нога женского, и тогда будет РЕГЕЛ А если РЕГЕЛ праздник, то это будет РЕГЕЛ Это уже будет мужской РОД. Не знаю, не встречал такого РЕГЕЛ 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 Надо посмотреть вот в молитве нашел РЕГЕЛ есть слово регалим с каким-то определением можно будет посмотреть но если это так действительно получается некоторое несопадение но шалоша голем это так сказать устойчивое сочетание я я я не встречал такого что на слово регель в одном значении было мужского рода в другом женского рода но как практически все парные части тела слова слова нога то есть регель она женского рода и кстати на аль башмак тоже женского рода нет я просто проверил только что ровно одну минуту назад можно любопытно не обращал внимание спасибо хорошо так и так случае допустим печенье мы продолжаем в аль ха михья что такое михья это еще как мы говорили да после вина в аль при га гефен при га гефен это в том случае если это просто вино а если это вино изготовленное в земле израиля либо из винограда земли израиля то мы говорим в аль при гафна и за плод виноградные лозы ее ее это земли естественно израиля так случае фруктов выращенных вырос выросших земле израиля мы говорим в аль пей ротей а и за плоды ее а если они если это фрукты тех видов которыми славится земля израиля но выросли они где-то в другом месте допустим в грузии или в турции да мы говорим в аль ха п рот и за плоды в чем отличает чем отличается перот и перотей а тут просто плоды а тут плоды ее и то же самое гефен и гафна так почему то здесь нет разделения михия пищи просто и пищи вырос вырыть выросший в земле израиля но я слышал у сафарадим там немножечко другой текст поскольку большинство моих потенциальных слушателей это все-таки ашкинастские евреи да есть и евреи относящиеся относящие себя к сафарадим и понимающий русский язык это субэтнические группы какие кто то знает это евреи грузинские бухарские и горские так но тем не менее тем не менее значит я все-таки разбираю вот этот вот вот этот мой вариант по сидурам аханнаема и в моем сидуре примерно так же да там нет разделения на пищу из мути из мути земли израиля более того насколько я знаю в израиле и культивируется впрочем не уверен и дальше во всех случаях мы продолжаем барух ата шем благословен ты всевышний альхарец за землю в альхами я и запишу в альпри афна и за виноградный за плод виноградной ее той земли это в случае если вино израильское в альперотей га из-за плоды ее земли израиля если это происходит если это плоды действительно выросли на земле израиля в альпри га гефен из-за плод виноградной лозы если это кошерное естественно вино но не из винограда земли израиля в аль аперот если это плоды выросшие не в земле израиля так точка закончена закончено благословение и закончен его разбор итак я хотел бы услышать ваше мнение но я его не слышу да ну я спешу это на то что те кто имеет информацию они просто ее знают да либо они сами догадались и нашли подтвердение дело в том что я хотел поставить маленький эксперимент неоднократно просто моим ученикам я задавал этот вопрос и часто получал неправильный ответ ответ значит который я получал неправильно заключался в том что они говорят да это благословение читается в трех случаях как я говорил трех как азии это мезонод вино и фрукты нет дело не в этом и даже не в том что в случае щилува возможны другие варианты например мезонод и вино мезонод и фрукты и так далее сколько возможно шилува кроме вот этих трех чистых вариантов возможно 1 и 2 2 и 331 а также 123 до в некоторых седурах я даже видел обычно вы сейчас видите меня нет я хочу показать себя как мне это сделать так демонстрация так 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 ладно не вижу этого ну ладно это не так уж и важно так просто я хотел показать что вот здесь вот разделение идет горизонтальная иногда разделение вертикальное на три колонки в одном на в одной колонке написано михья в другом написано гефе третий написано эц иногда бывает четвертая колонка которая показывает какую-нибудь шилув обычно самый такой распространенный то есть когда человек пьет вино и закусывает его каким-нибудь печеньем так что если так то можно это назвать имейн арба имейн шиш но дело не в этом а дело в том что текст самого благословения очень похож и построен по тому же принципу что и беркат амазон первые три благословения беркат амазон из них даже текстуальные заимствования взяты так например у вне ирушила и ракодыш это не что иное как те же самые слова что беркат амазон здесь правда продолжение до продолжение дальше немного другое но смысл тот же и так беркат амазон который мы пока мест не разбираем да в нем как мы будем по как мы с вами увидим можете посмотреть сами в нем настоящее время четыре благословения но четвертое благословение более позднее его добавили наши мудрецы после чудо с защитниками бейтара так а до того благословение беркат амазона она составила состояла из трех проход из трех благословений и все эти три благословения да отмечены здесь поэтому мэйн шалош вот дорогие товарищи мы с вами разобрали этот текст теперь стоит сказать что если человек кроме означенных продуктов то бишь мучных вина виноградного и плодов пяти видов ел что-то еще например стакан кока-колы или яблоко так то чтение благословение мэйн шалош не избавляет его от чтения благословения борей на фашот который мы с вами уже разобрали разобрали на предыдущих занятиях хорошо относительно беркат амазон и немножко его законов каких-нибудь дальнейших наших занятиях я надеюсь я очень надеюсь к этому подойти так а сейчас если нет других если нет других пожеланий если нет вопросов мы перейдем к новой теме к теме благословений утренних утренние благословения в разных а о о о о да все таки я что-то интересное скажу значит такие товарищи посмотрите на так нет 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 конечно нет конечно нет сейчас я обещал вам совсем другую тему и обещал вам благословение перед едой благословение перед едой очень вкратце мы разберем именно с точки зрения лингвистики напомню вам что в предыдущем моем курсе он называется учим мишну вместе мы разбирали там мишну проход благословения и в ней я давал в нескольких занятиях разбор благословений именно с точки зрения закона салахи да сейчас основная моя задача разобрать с точки зрения языка эти благословения так вот благословение перед едой так 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 благословение перед едой видно мой гранта вот есть табличка на странице 303 этого сидура другие сидурок этой таблички нет должен сказать честно я как-то сам придумал эту табличку я ее давал моим ученикам а потом обнаружил что такая же табличка табличка есть и в сидуре то есть очевидно идеи носятся в воздухе и нужны просто уловители чтобы их поймать и сформулировать так табличка это довольно удобная хотя и не универсальная так здесь есть различные виды еды вот благословение перед этой едой и благословение после этой еды давайте чуть-чуть разберем если есть именно трапезу а именно с хлебом с хлебом что такое хлеб и сколько он этого хлеба должен съесть определяет аллаха можете посмотреть сами так но если он собирается съесть ходе трапезы некоторое определенное не количество хлеба и никак не меньше количество это довольно маленькое надо сказать он должен сделать на тилат еда им и омовение рук и сказать благословение на тилат еда им и сказать благословение а моци это благословение я надеюсь мы сегодня разберем так и после трапезы он читает беркат амазон полное застойное благословение так и она избавляет значит и это то есть благословение а мойцы и благословение беркат амазон избавляет его от всех благословений на все те продукты которые он есть ходе трапезы да то есть например он не должен говорить при аэц на яблоко я дома на морковку и так далее за двумя исключениями раз уж я взялся вам рассказывать аллаху я их упомянул если есть если человек пьет вино в ходе трапезы ввиду важности такого продукта как вино он должен сказать благословение но он не говорит благословение мейн шелуш после поскольку все это входит покрывается беркат амазон так и второе исключение если человек ест какие-то уже по окончании трапезы насытившись то есть есть не для того чтобы наесться а для удовольствия имеет такое право да на них он если без хлеба или желательно сказать на их благословение скажем при аэц но опять же после неблагословения отдельно не говорится так и так это вот первая строчка мы разобрали случае трапезы теперь мезонод перед ними бурами на и мезонод мы сейчас будем разбирать так после этого меньше ложь а именно тот вариант который относится к мучным продуктом так если пьет он вино перед этим дворец бары при агафин а после этого меньше ложь про вино если он есть пять видов фруктов которые славится земля израиля и вот здесь они перечислены он говорит благословение бары при аэц а после этого меньше ложь именно про пять видов плодов если же он есть прочие фрукты то есть плоды выросшие на дереве он говорит вначале перед этим тоже благословение бары при аэц но после этого говорит благословение бары не фашот теперь если человек ест плоды выросшие не на дереве а допустим на кустике как например клубника да не на кусте я имею ввиду да а то что считается плодом земли или овощи да или прочие виды или напитков как например молоко сыр кока-кола и так далее перед этим он говорит благословение шея коль мы его тоже разбирали в нашем курсе после этого благословения бары не фашот эта табличка не отражает некоторые исключения например принято что если человек ест рис он перед едой благословляет мезонод ну по многим из мнений не по всем а после рейса он тем не менее благословляет бары на фашот работу почему это так не входит задачу моего рассмотрения вот вопросы к тем кто занимается лохой так я занимаюсь здесь только языком вот такая табличка теперь я покажу вам график который не вошел в сидур но который на мой взгляд очень полезен вот он так его случай когда он полезен сейчас немножко об этом поговорим но в начале разберем благословение благословение перед едой ага я их не приготовил но вы можете их посмотреть сидуре давайте так это не буду их открывать давайте я просто покажу вам вот так видно да видно мой файл видно попробуем разобрать просто я прочитаю их а значит текст вы можете открыть чтобы держать перед глазами либо можете посмотреть потом благословение которое перед едой идут напоминаю вам что согласно торе миде ойта что значит историй есть только благословение после еды с хлебом когда человек поел и насытился именно после еды да и мы исполняем эту обязанность читая беркат амазон так а благословение перед едой и благословение после других видов пищи это все не миде ойта а миде раббанан то есть это было это обязанность этих благословений установили наши мудрецы и так разберем начало благословение овцы ну давайте даже так человек который собирается есть трапезу с хлебом перед этим он делает омовение рук как он делает и что для этого надо я сейчас разбирать не буду но значит сделавший значит сделавший омовение рук он говорит благословение какое благословение барух ата благословенте ашэм элокейну мэл хаулам всевышний бог наш царь вселенный ашэр ки дышану бе митсвотав который осветил нас своими заповедями мы разбирали эти слова они стандартны для благословений на заповеди ну давайте еще повторим ашэр который кидышану это кидеш отану осветил нас слово кадиш кидуш кадош все это одного корня корень куф далит шин означает святой и объясняет нашему мудрецы святой это отделенный точнее выделенный для определенной цели который осветил нас ну это отанахну нас бе митсвотав митсва что такое митсва то что мы называем заповедь это по сути приказ да цав это изъявление желание это приказ мецавэ это приказывать заповедать да цива да обязал да приказал нам дура цива лану муше мурашак и латьяков это из книги дворин да значит митсва бе митсвотав слово митсва это одна заповедь митсвот это много заповедей митсвотав заповеди его и бе митсвотав кем чем заповедями его митсвотав бе цива ну цива заповедал повелел ну нам нас да аль на телап и даим мы переводим это дал нам заповедь об омовении рук это не совсем точно я покажу вам значение слова так так это омотцы вот это вот она натальта так вот отсюда я возьму сейчас минуточку вот так я сделаю и поставлю вам на чат был какой-то вопрос да альберт если только у вас то это не по моей вине надеюсь так хорошо вот несколько слов от корня нун тет ламид где еще мы говорим слово альна тилат кроме как и дай мы еще говорим благословение альна тилат лулав при исполнении заповеди о лулаве в праздник суккот а что такое альна тилат лулав конечно же не омовение что поднятие лулава что значит слово но тель да буквально это значит поднимать но поднимать не физически а понимать как бы духовно да то есть к примеру человек может съесть какую-то пищу просто чтобы набить свой желудок или чтобы поддержать свое существование а может съесть это для того чтобы получить энергию для служения всевышнему то есть как говорили большевики не делайте из еды культа у нас это совсем наоборот так то есть как мы можем перевести альна тилат я даем буквально это получается о возношении рук о поднятии рук еще маленький такой аспект который возможно будет вам интересен когда мы исполняем благословение когда мы исполняем какую-то заповедь да и не только заповедь не только в этом случае мы говорим благословение перед самим действием например мы говорим барай прияец мы благословляем благодарим всевышнего за то что он сотворил для нас вот это яблоко и после этого мы кусаем это яблоко верно но не так случае омовение рук мы сначала делаем омовение рук а потом читаем благословение с чем это связано с тем что раз мы уже все равно возвышаем что называется наши руки да было бы логично чтобы мы прочитали благословение уже очистить их так тем не менее можно ли такое делать можно ли говорить благословение после того как действие совершено ответ нет так делать не стоит поэтому мы говорим благословение альна тилат юдаем пока еще руки не вытерты действие не закончено ведь мокрыми руками мы не должны брать хлеб нет да если даже у нас нет полотенца и мы должны взять хлеб в руку когда на ней еще остается влага мы это делаем через допустим через полиэтиленовый пакет чтобы вода с рук не попала на еду это важно так вот омовение рук считается закончены после того как руки вытерты значит благословение мы читаем после того как руки уже что называется возвышены очищены но еще до того как действие окончено это аллаха только после этого мы вытираем и так мы забрали благословение альна силат едаем после этого у нас принято не отвлекаться ни на что пока не положишь в рот кусочек хлеба поэтому человек сразу подходит к столу берет в руки хлеб и придерживая его всеми десятью пальцами желательно говорит благословение а моции лэха минар вот оно барух ата благословен ты ашем локкейну мелаха улам тут уже нет никакого шаркет шану а сразу мы читаем ама продолжает ама ци лэхэм мин а а рэц слова а моции так происходит от слова йо ци что такое йо ци вышел а вы хотели ответить на вопрос да ну хорошо я дам вам такую возможность а если йо ци это вышел то что такое гой ци а вот ци это вывел это каузативный беньян гиф-иль если надо я вам расскажу сейчас хотя немножко я об этом говорил значит дело в том что корень корень обозначает действие но действие самое общее аспекты этого действия да зависит от того в каком беньяне мы этот корень реализуем какой беньян мы ставим йо ци или в словарной форме что он сделал я ца он вышел да это беньян какой беньян по аль по аль я ца я ца это вышел так а теперь гиф-иль мы ставим место в слове гиф-иль мы ставим место букв условных букв корня пей ай ламед наши буквы ют цади и алеф но в данном случае немножко нетипично потому что ют такая слабая буква она выпадает и получается у нас го ци го ци это вывел чем отличие вышел и вывел вышел 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 сам вывел это действие направленное на кого-то другого то есть я делаю так чтобы он вышел что я сделал я его вывел да го ци да теперь га мо ци это настоящее время выводящих мо ци мем здесь от ефиля а буква июд она слабая она просто выпала га мо ци это буквально тот кто выводит лехем хлеб минха арец из земли то есть мы благодарим благословляем всевышнего за то что он сделал так что хлеб вылезает появляется из земли понятное дело что появляется не булка не тот кусок хлеба который мы едим а появляется что колосок в котором есть зерно из которого конечном итоге получается хлеб так итак га мо ци это корень юд цади алев в биньяне гиф иль то есть выведший выводящий лехем минха арец хлеб из земли вернемся к нашей иллюстрации вот оно благословение га мо ци я не стал здесь отмечать насел от еда им но это одно из скольких благословений из шести возможных благословений перед едой чего бы то ни было так аму ци дальше вот это благословение мы разберем и наверное сегодня мы больше не успеем благословение перед ну как пример данного печенья мы говорили все что мы едим и сделано оно из зерна но более точно из муки как правило из муки хотя например манная каша она не из муки она из размолотого зерна вот но требует она того же благословения так каково это благословение баруха тащи малакина мелхалам борэй создавший минэй различные виды мин это виды минэй это виды мезонот что такое мазон это пропитание то есть продукты борэй минэй мезонот создавший разные виды еды да это благословение хоть тут не упоминается ни зерно ни мука относятся к я вам сказал к чему так дальше нет время есть успеваем благословение на вино баруха тащи малакина мелхалам борэй создавший при плод а гефен словом гефен называется виноградная лаза значит гефен пишется это согласное слово пишется оно с двумя голосовками сегол сегол это три точки да такие слова имеют ударение на предпоследний слог но иногда значит в конце фразы ударный сегол меняется на камаз поэтому некоторые произносят благословение благословение на вино и виноградный сток мы говорим за создавший плод виноградной лозы теперь фрукты плоды вы решили на дереве такое дерево и чем отличается не дерево сегодня мы не разберем но я надеюсь что я вам скажу свое определение да значит то что выросло на дереве или на о деревеневшем кусте как смородина малина и так далее но относительно малина правда я выяснил что есть разные мнения значит благословение там такое баруха тащи малакина мелхалам борэй при аэц создавший плод дерева маленький вопрос может быть кто-то знает слово эц это из танахического еврейта а например в мишне дерево называется каким словом то же самое дерево называется другим словом и лавну бар и лан да это не что иное как сын дерево да бар и ланский университет улица бар и лан все это оттуда ну девичьей фамилии этого человека берлинер еще до второй мировой войны еще до катастрофы да он решил ивритизировать свою фамилию и стал по созвучию берлине берлинер стал бар и ланом значит и лан это дерево так же как и эц но в благословениях мы говорим вот этот вариант бар и при аэц хорошо мы заканчиваем сегодняшнее занятие нам осталось разобрать благословение перед овощами и благословение перед теми продуктами которые не относятся ни к чему из вышеуказанного вот относится к всему остальному так вот она хотя бы его собственно уже разбирали в самом начале курса так и я хочу все таки вам рассказать три случая при котором при которых нам это вот табличка этот рисунок это иллюстрация мы ее не говорим я еще не рассказывал почему она построена вот таким образом три случая в которых нам может помочь вот именно вот такая структура так благодарю за внимание вопросы пожалуйста сейчас посмотрю чат окей мы заканчиваем правильно да мы заканчиваем так свадьба ой свадьба потрясно я знаешь я практически ничего не слушаю на самом деле великолепно это наши знакомые все у них последняя дочка потряс было потряс 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 эмилим а кстати все это находится в месте которое мини сраэль ну желаем макси счастья желаем макси счастья здорово окей спасибо пока